здравствуйте друзья в эфире геоэнергетика инфо с вами рода якин максим я борис марсанкевич всем добрый день глава минэнерго сша заявил что вашингтон не может обойтись без обогащенного урана из россии стоимость урана подскочила до максимумов за последние несколько месяцев и составила 76 половиной долларов за фунт борис ионидович пожалуйста расскажите а как сша собственно и выживали без урана из россии как они планируют выживать с учетом их атомной программы максим давайте начнем по порядку вот те цены которые подскочили на уран это природный уран это желтый кек химическая формула уран-3-8 за кисёксюран как угодно называйте то что он поставлялась и поставляется по-прежнему из россии и сша это обогащенный урановый продукт в чем разница вот урановый продукт в руду добыли очистили от пустой породы получили желтый кек за кисёксюрана уран-3-8 вот ту самую совершенно качественный товар 76,8 доллара за фунт умножить на два с половиной получите стоимость килограмма и отсюда можно вывести форму естественно стоимость тонны что такое обогащенный урановый продукт это следующие этапы переработки первое что происходит после того к руду доставили на завод по обогащению тонкая очистка не должно быть никаких примесей обогатительные заводы должны работать только с ураном они с чем больше разумеется с оксидом урана но следующий шаг это конверсия урана чисто химическая операция из соединения с оксидом превратить соединение с фтором дальше идет обогащение по содержанию урана 235 до так называемого энергетического уровня до пяти процентов и реконверсия то есть превращение гексовторида опять в оксид ядерное топливо производится именно из оксидов урана 3 этап переработки что было понятно разница в стоимости на то чтобы произвести килограмм урана с обогащением до 5 процентов уходит от 8 до 9 килограммов природной руды то есть разница стоимости порядок в 10-12 раз выше стоимость обогащенного уранового продукта вот то что поставляла соединенные штаты и поставляется это обогащенный урановый продукт природный уран россия не поставляет такая вот арифметика поэтому когда у нас сми пишут про российский уран там должна быть аббревиатура о уп обогащенный урановый продукт и когда вы увидите что там все в пределах там какой-нибудь сотни тонн помните что это то же самое что поставить больше тысячи тонн природного урана это первый момент второй момент собственных технологий по обогащению урана у соединенных штатов нет от слова совсем просто нет то технологии которые у них умеет имелась газодиффузионная была убита в росатомом собственно говоря чтобы долго не объяснять для производства килограмма обогащенного уранового продукта за счет газовой диффузии электроэнергии требовалось в 25 раз больше чем при обогащении при помощи газовых сантимов сопротивляться условиям которые был способен предложить сначала мин атом потом росатом невозможно было слишком велика разница потому что даже если росатом предлагал с пятикратной прибылью для цены для самого себя для соединенных штатов это была продажа ниже их себестоимости далее последовала знаменитая сделка гор черномырдин она же мегатонны в мегаватты она же низко обогащенный уран высоко обогащенный в низко обогащенный уран в соединенных штатах была создана компания которая так скажем дистрибьютором было государственная компания все атомные электростанции в соединенных штатах находятся в частной собственности то есть поставки из россии шли в адрес компании которая дальше распределяла между частными атомными электростанциями идея была в том что получая прибыль вот эта компания замечательная освоит технологию газовых центрифуг деньги есть работаете но не смогли ну не получилось но обанкротились так бывает после процедуры банкротства компания никуда не делась она по-прежнему работает по-прежнему занимается дистрибьюции обогащенного уранового продукта поступающего из россии но уже за пределами контакта контакт напомним закончился 2013 году вот такая судьба единственный обогатительный завод который на территории соединенных штатов имеется называется характерное название юренко юэсэй юренко это европейская компания у нее тоже есть технология обогащения за счет газовых центрифуг технология не продаются компания именно европейская странового по страновой принадлежность не имеет основной капитал разделен пропорционально между правительствами великобритании федеративной республики германии и нидерландов вот такой завод они построили разделительная мощность изменяется измеряется в единицах разделительной работы не буду сейчас объяснять годовая мощность семь с половиной тысяч единиц достаточно хорошая но соединенным штатам требуется около 21000 для того чтобы работали имеющиеся их атомные электростанции если не строить новое разумеется этого хватать не могло мы просто по определению надо практически в два раза больше чем есть сейчас почему министр энергетики соединенных штатов заговорил об этом да есть планы расширения мощностей имеющегося завода юренко до десяти тысяч единиц требуется по-прежнему 21 но это можно сделать достаточно оперативно лет за пять удастся потому что разумеется юренко имеет свои заводы в европе как ни странно в англии в германии и в голландии кому акции принадлежат тут у себя эти заводы и построил и кроме того французы компания рано выкупила эти лицензии там достаточно сложное соглашение но тем не менее рано тоже имеет право построить настроить с нуля это значит нужно найти площадку нужно пройти все процедуры с государственным регулятором объект ядерный соответственно из макатена согласовывать но и так далее радиационная безопасность она и в америке радиационная безопасность если начинают с нуля ну минимум 7-8 лет на это уйдет сначала все процедуры потом само строительство юренко у них есть конечно заводы по производству самих цена тифух сказать что они готовы к тому что будут строить новые и новые заводы тоже не готовы заказать юренко можно но юренко тоже должно сосредоточиться на том чтобы такие заказы выполнять не исключено что им тоже придется расширять производственные мощности вот собственно говоря и вся картинка поэтому то что указал молодой перспективный политик джо байден своему указе который запрещает поставки ну напомню там указан 27 28 по моему или двадцать седьмой год но разумеется не вписаться в такие сроки тем более что летом этого года мистер трамп заявил что он намерен добиться того чтобы атомная генерация утроила установленную мощность если сейчас брать наверное такая грубая оценка порядка 100 гигаватт там строю остается сейчас 92 реактора на максимум было 108 то есть утроить мощность ну то есть довести до 4000 гигаватт тогда еще более загадочный вопрос а где же вы собственно говоря собираетесь это брать пока ответа нет то вообще по мощностям обогащение урана по содержанию урана 235 и рынковские заводы в англии германии и голландии самые большие в голландии 5 тысяч 100 5 миллионов если угодно не в тысячах в миллионах измеряется англии четыре с половиной миллиона единиц разделительной работы в германии 3 600 вот то что есть европе отдельно франция семь с половиной миллионов единиц разделительной работы вот собственно говоря на этом все и заканчивается что еще есть общая мощность всех заводов по обогащению 62 миллиона единиц разделительной работы из них россия 27 целых и одну десятую миллиона единиц разделительной работы то есть порядка сорока одного процента мировой мощности набирает постепенно силу китай у них на день сегодняшний оценивается уже почти в 10 миллионов единиц разделительной работы в статистике магатэ база приз стоит число 8,9 миллионов единиц разделительной работы но китай отличается тем что напомню на день сегодняшний на его территории строится 30 атомных энергоблоков так что на международном рынке обогащенного уранового продукта китай замечен не был до последнего времени последнее время наступило после появления указа президента россии о том что поставки объема обогащенного уранового продукта в адрес компании сша по отдельным лицензии кто-то на это пошел тут на это не пошел связано это с тем что в указе байдена были сделаны оговорки разрешено все-таки импортировать если отсутствие данного продукта угрожает безопасность сша атомная генерация сша это порядка 20 процентов точно так же как в россии просто ну соответственно 20 процентов вычеркнуть непонятно что будет с объединенной энергосистемы сша то есть налицо национальная безопасность под рисками поэтому все кто хотел покупать обогащенный урановый продукт в россии тут же подали заявление в министерство энергетики исключение получили теперь занимаются тем же самым российской федерации разрешение от министерства энергетики есть теперь надо добиться разрешения отправиться российской федерации поскольку все это сложно все это забюрократизировано летом этого года стала появилась новинка неожиданно на американский рынок обогащенного уранового продукта вышла китайская народная республика чем предлагает она обогащенного продукта столько же насколько увеличен заказ на обогащенный урановый продукт китаем из россии по моему мы это где-то уже проходили китай поставляет обогащенный урановый продукт и никак не связаны с россией исключительно китайский где берет китай обогащенный урановый продукт ну кому какое дело где хочешь там берет о том как обогащают уран в китае можно вообще отдельную передачу сделать там тоже далеко не все так линейно так скажем есть там всевозможные завихрения в разные стороны поговаривают о том что нужно нарастить мощность обогатительных заводов франция связано это с тем что во франции вот-вот будет готова глобальная программа развития атомной энергетики французы строить умеют строят красиво строят не торопясь качественно основательно на сроки строительства снижаются если финляндия 3 блок атомной электростанции окилова то строительство заняло 18 лет то у себя дома французы справились уже за 17 лет если финляндия смета была превышена в три раза то у себя дома она превышена всего 2,8 раза ну соответственно вот по своей нужды франция я думаю с такой же активностью будет вполне способна строить новые обогатительные заводы у них получается все быстро если они этим займутся то обязательно когда-нибудь может быть так вот такая ситуация для соединенных штатов как они из нее собираются выходить мне сказать сложно русатом заинтересованы в этом продукцию с очень хорошую прибавочной стоимостью этой загрузка собственного добычного комплекса идеология русатома тоже по моему достаточно хорошо известно все что требуется для россии мы добываем на российских месторождения все что требуется для зарубежных проектов русатома добываем за рубежом на день сегодняшний это четыре совместных предприятия с казахстаном но ожидается что и в африке один один из проектов начинает набирать силу в этом году стартовала добыча и будем надеяться что пойдет и дальше ну и смотрим на поведение соединенных штатов смотрим на стоимость повторяюсь вот бесконечное сообщение в сми о том что выросла стоимость урана это стоимость урана что происходит со стоимостью обогащенного уранового продукта сказать намного сложнее рынок закрытый нелицензированная компания на него не уходит лицензию от магата получать не так просто по понятным причинам если уран обогащен до 5 процентов можно напрячься обогатить до 95 процентов поэтому разумеется магата бдит какие там суммы фигурируют можно при наличии хорошего финансового образования наверное вычислить из годовых отчетов русатом для меня как не специалиста по бухгалтерии ну это очень сложно Борис Иванович большое спасибо за комментарии друзья подписывайтесь на телеграм-канал геоэнергетика инфо ссылка будет в описании и закрепленном комментарии там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект чтобы мы и дальше также бодро вещать на всех площадках без монетизации исключительно благодаря вашей финансовой поддержке спасибо до новых встреч если у кого-то есть желание услышать как идет обогащение урана в китае какие еще проблемы вырос вырастают передатной энергетикой не только соединенных штатов но и всей планеты и в том числе россии пишите в комментариях буду рад вашему интересу всем спасибо за внимание всем всего доброго друзья в очередной раз напоминаю о том что полное название нашего канала независимый аналитический онлайн журнал геоэнергетика инфы и слово независимость после того как была отключена монетизация со стороны ютуба для нас стало дорогим ценным близким для того чтобы сохранять независимость вы прекрасно понимаете что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиск спонсора который будет задавать нашу новостную повестку нашу так скажем стратегию тактику нам кажется не самым удобным поэтому напоминаю о том что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале где мы стараемся сообщать все новости касающиеся нашей работы наших новых проектов вы нас можете видеть на портале вконтакте вы нас можете видеть в зене вы нас можете поддерживать за счет того что у нас имеется страница на спонсору все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том что если вы хотите чтобы проект геоэнергетика инфа продолжал развиваться нам необходима ваша помощь и поддержка большое спасибо за внимание